Добрый день дорогие друзья! Меня зовут Алексей Саватеев. Эта лекция будет посвящена Великой теореме Ферма, самой знаменитой загадке человечества в области математики. Ну давайте я начну с формулировки. У нас математиков принято строго поступать. Вначале сформулировать утверждение, а потом уже его обсуждать. Итак, Великая теорема Ферма утверждает, что не существует никаких x, y, z и n, при том, что x, y, z целые положительные числа. А n, к тому же, еще не меньше, чем 3. n тоже целая, но при этом начиная с 3. Не существует решений вот такого уравнения. Можете просто поэкспериментировать вначале, взять там, скажем, какой-нибудь калькулятор или компьютер, загнать в него какие-нибудь числа, не знаю, 179, например, возвести в седьмую степень, прибавить там 57 в седьмой, попытаться извлечь корень седьмой степени и убедиться, что такого не существует. Утверждение очень общее, да, то есть нигде в натуральном ряду не встретится противоречие к нему. Некоторая история вопроса. Началось все с того, что люди открыли когда-то очень-очень давно теорему Пифагора. Может быть, ее открыл сам Пифагор, а может и нет, потому что на самом деле есть утверждение, что теоремы очень часто носят имена совершенно не тех людей, которые их открывали, и поэтому мы не знаем, на самом деле, Пифагор первую был или нет. Даже в наше время очень часто бывает, что теорема названа именем человека, который никакого отношения вообще к ней не имел. Но, тем не менее, она всем известна как теорема Пифагора. Что она утверждает? Что если у меня есть прямоугольный треугольник, и я измерю длины его сторон, измерю, да, вот так вот возьму А, Б и С, то тогда верно, что А в квадрате плюс Б в квадрате равно С в квадрате. А что такое квадрат вообще? Квадрат, ну, это площадь, площадь такого квадратика, у которого сторона равна А. Ну, а дальше вот сюда можно еще один квадрат построить стороной Б, и будет знаменитая Пифагоровые штаны во все стороны равны. Такая вот картинка. У этой теоремы много разных доказательств, в том числе очень красивое геометрическое доказательство. Но я останавливаться на этом не буду, я только хочу сказать, что с древнейших времен людей интересовал случай, когда А, Б и С целые. И, даже как понятно по названию, вот такой треугольник, видимо, знали уже египтяне, древний Египет, сколько-то, типа 3000 лет назад, был известен вот такой вот прямоугольный треугольник. Вот, ну, и это такой удобный способ строить прямые углы. Вы берете веревочку, на ней узелки через равные промежутки, наносите 12 промежутков с узелками, как, как бы, циферблат часов. И дальше вы, значит, соответственно, три расстояния между узелками будет вот здесь, четыре расстояния здесь, и автоматически, соответственно, пять будет здесь. И если вы потянете вот так вот за этот узелок, за этот и за этот, через три, четыре и пять, то здесь возникнет прямой угол, вы можете отмерять, как бы стену строить, в общем, все, что вы хотите. Пытливый ум математика всегда задает вопрос, а как это обобщить? Ну и первый вопрос, как обобщить, собственно, решение в целых числах вот такого уравнения, просто с квадратами. Можно ли еще придумать какой-нибудь треугольничек? Ответ да, и очень много таких треугольников можно еще придумать. Например, пять, двенадцать, тринадцать. Или семь, двадцать четыре, двадцать пять. И на самом деле, вот такую серию можно продолжать до бесконечности. В этой серии длинный катет и гипотенуза будут отличаться на единичку. То есть будут максимально близки друг к другу, как только могут быть близки целые числа. Здесь пять, четыре, да? Здесь двадцать четыре, двадцать пять, двенадцать, тринадцать. Ну а соответствующий последний катет будет уже такой длинный, чтобы получилось равенство семь квадратов плюс двадцать четыре квадратов равно двадцать пять квадратов. И эта серия получается из замечательной картиночки клетчатой, так называемой гномоны. Гномоны, которые тоже были известны с древности. Вот здесь одна клетка, здесь три клетки, здесь пять клеток. То есть добавляется, да? Каждый раз добавляется на две клетки больше, чем в предыдущий раз добавлялось, потому что вот этот вот отрезочек, если сдвинуть вот сюда вниз параллельным переносом, у него станет площадь ровно такая же, как у вот этого вот, да, изогнутого уголка. Но добавится еще два квадратика по углам. Поэтому получается, что если мы суммируем подряд идущие нечетные числа, это само по себе удивительно, всегда будет получаться квадрат какого-то числа. Вот это один в квадрате, да, вот это два в квадрате, вот это три в квадрате, вот это четыре в квадрате и так далее. И каждый раз при добавлении следующего нечетного числа будет получаться квадрат следующего натурального числа по порядку. И в тот момент, когда будут выскакивать вот здесь в качестве нечетных чисел числа в квадрате, у меня будет возникать ситуация, что квадрат предыдущий плюс вот этот вот корень из вот этого нового числа будет равен квадрату следующему. Ну, например, вот если вот я здесь выписал, это у меня четыре в квадрате, девятка сама по себе, это три в квадрате, а следующий квадрат это пять. Ну и дальше я должен подождать, когда следующий у меня квадрат появится. Следующий квадрат нечетный, это все числа нечетные. Следующий нечетный квадрат, пропуская четверку, это пять в квадрате. Соответственно, все предыдущее, все предыдущее, это было двенадцать в квадрате, мы прибавили двадцать пять, получилось тринадцать в квадрате. Итого получили вот это вот решение. 12 в квадрате плюс 5 в квадрате равно 13 в квадрате. В следующий раз мы получим следующее вот это. И для любого нечетного числа существует один и только один прямоугольный треугольник с почти одинаковыми оставшимся катетами гипотенузой, такими, что вот это нечетное число войдет в соответствующее соотношение. n квадрат плюс a квадрат равно a плюс 1 в квадрате. Прекрасно. А можно ли придумать какой-то еще прямоугольный треугольник с целыми сторонами, по-другому устроенный, то есть у которого не будут на единичку отличаться гипотенуза и один из катетов? Да. Например, наоборот, такой максимально похожий на равномедренный, у которого здесь 20, здесь 21, а здесь 29. Подставляете, проверяете тоже. Это квадрате плюс это квадрате равно это квадрате. Ну, а вообще существует общая формула, которая описывает все решения вот такого уравнения в целых числах. Формула, известная еще давным-давно, еще, так сказать, судя по всему, известная в районе Евклида и Пифагора. Называется Пифагоровы тройки. И она говорит, что если А, Б и С стороны прямоугольного треугольника целые и несократимые, несократимые на самом деле означает следующее, что этот прямоугольный треугольник, который мы рассматриваем, нельзя в несколько раз уменьшить, чтобы он все еще имел целые стороны. Что любое уменьшение, насколько бы его не уменьшили, во сколько бы раз его не уменьшили, приведет к тому, что одна из сторон уже целой точно не будет. Так вот, если это вот А, Б, С, это как в арифметике это называется так, взаимно простые, стороны взаимно простые должны быть, и тогда они будут, что называется, попарно взаимно простыми, то есть у них не будет даже никаких общих делителей ни у какой пары чисел, но это легко вывести из вот такого соотношения, что взаимная простота всех чисел совокупности для чисел, удовлетворяющих вот этому уравнению, она эквивалентна взаимной простоте чисел. Вот, можете попробовать, кстати, самостоятельно понять, почему это так. Так вот, если А, Б, С попарно взаимно простые, то есть стороны самого маленького такого целочисленного треугольника в серии подобных ему, то существуют, внимание, существуют целые взаимно простые числа М и Н, такие, что М больше Н, разной четности таковы, что С равно М квадрат плюс Н квадрат, Б равно М квадрат минус Н квадрат, А равно 2МН, или наоборот, это зависит от того, вот эти два числа, они оба четные быть не могут, и легко понять, что С всегда нечетная, вот в таком равенстве со взаимно простыми А, Б, С, а вот эти два числа разной четности, ну и вот, соответственно, либо так, либо наоборот, А равно вот этому А, Б равно этому, это зависит от того, какое из них четное. То есть, иными словами, существует полное описание, и оно очень давно известно. Всех прямоугольных треугольников с целыми сторонами, или всех решений вот такого уравнения, А квадрат плюс Б квадрат равно С квадрат. А что же это? А вот к этому мы сейчас и перейдем. Итак, как же так вышло, что стали решать эту задачу? Ну, в принципе, понятно, что отсюда, естественно обобщать либо в сторону увеличения количества слагаемых слева, да, то есть написать Х1 квадрат плюс Х2 квадрат плюс Х3 квадрат, например, равно З квадрат, ну или вообще тут много может быть слагаемых, либо в сторону увеличения степени, либо может быть вообще в обе стороны и написать такое общее, да, уравнение Х1 в квадрат плюс Х2 в квадрат плюс так далее плюс ХЛ в квадрат равно какому-нибудь там З в квадрат. Но проблема с диафантовыми уравнениями состоит в том, что на самом деле можно выписать сколько угодно сложнейших уравнений, у которых нет никаких решений, непонятно зачем их решать, их слишком много. Какие уравнения вообще решают? Почему это уравнение попало в центр внимания? Ну оно как бы завораживает, да, своей простотой. Сумма двух степеней не равна третьей степени. Собственно, Ферма, он так к этому и пришел. Он изучил вывод формулы для Х2 плюс Х2, который был сделан у диафанта в книге, диафант Александрийский, третий век нашей эры, полный вывод этих формул уже был. Книга эта была приведена потом в какой-то момент, значит, ну, она дошла, в общем, до Ферма. Ферма ее читал. Это был уже 17 век. Он ее читал и оставлял комментарий на полях. Это диафантово арифметика. И вот на том, так сказать, на том листе, где был вывод этой формулы, на тех страницах, было написано рукой Ферма. В то же время нельзя представить куб в виде суммы двух кубов. Нельзя представить четвертую степень в виде суммы двух четвертых степеней. И вообще никакую n-ую степень в виде суммы двух таких же степеней. Я нашел этому удивительное доказательство, но поля этой книги слишком узкие, чтобы его вместить. Вот эта фраза, произнесенная в 1637 году, ознаменовала начало великого поиска, который продолжался до 1994-1995 года. Нет, где-то четвертого, пожалуй, да, уже. В четвертом уже окончательно было понятно, что Эндрю Уайлс завершил доказательство великой теремии Ферма. До этого были большие продвижения. В случае n равно 3 доказал Эйлер, он доказал, что куб не является суммой двух кубов, введя в рассмотрение такие новые числа, новые целые числа, которые включают в себя обычные целые числа, но также еще много-много других чисел. И если кто знает комплексные числа, то это те числа комплексные, которые лежат в узлах вот такой вот треугольной решетки на плоскости. И про них можно целую теорию делимости развить, там всю арифметику, и на основании этой теории вывести вот эту невозможность вот такого уравнения. Это очень сложно. Я рассказываю в матшколах, ну там это два урока, в очень сильном матшколе, с максимальным напряжением мозгов. Этот случай сам Ферма смог доказать и оставил доказательство после себя. Про великую теорему Ферма мы ничего не знаем. Мы не знаем, было ли доказательство у Ферма, или же он там бравировал, да, или, например, он имел доказательство, но имел в нем ошибку и не понимал этого. Это мы так и не знаем. Но впоследствии эту, значит, теорему доказывали, ну как бы доказывали для разных показателей n, довольно просто понять, что достаточно рассмотреть простые числа в качестве показателей, потому что у любого числа есть какой-то простой множитель, и если число является степенью двойки, то тогда невозможность этого уравнения следует из невозможности для степени 4, а если число не является степенью двойки, то у него есть какой-нибудь нечетный делитель, ну а у этого нечетного делителя есть, в свою очередь, простой нечетный делитель. И тогда, если мы докажем, что вот такое уравнение никогда не выполняется для этого простого числа, то тем более не будет выполняться и для любого кратного ему, потому что любое решение такого, в частности, является решением и такого тоже. Ну и дальше начали, значит, великий поиск, да, при П равно 3 Эйлер, при П равно 5, там, ученые Дерихли и Лежандер, потом при П равно 7, по-моему, Ламе, в общем, Кумер доказал для целого ряда показателей, но общего, вот, общего вывода так и не происходило, не получалось провести такое рассуждение, чтобы оно годилось для всех простых сразу. Получалось доказать там сверхвычерными методами для каких-то конкретных простых П, что решений нет. А вот чтобы охватить сразу простые числа, это не выходило. И, наконец, в течение 20-го века развитие алгебраической диаметрии и теории чисел уже на совершенно новых рельсах породили методы в математике, которые были, ну, как, я не знаю, взрыв атомной бомбы, да, то есть это изобретение атомной бомбы после там всяких обычных оружий автомата Калашникова, которым, да, значит, вот с помощью автомата Калашникова эта теорема не доказывалась, а с помощью атомной бомбы, которую изобрели в 20-м веке, в том числе и отечественная школа, очень сильно здесь постаралась, школа Шафаревича, ну, и в конце концов, общее понимание пришло к тому, что это уравнение будет решено, если мы изучим, изучим, очень хорошо изучим вот такие вот уравнения, где альфа и бета целые, и множество их решений в рациональных числах, то есть в дробях. то есть мы фиксируем какие-то два целых числа альфа и бета, записываем соответствующее уравнение, рисуем, что получается на плоскости, получается такая загогулина, типа вот, вот такого рода, и дальше мы изучаем, какие точки с рациональными координатами на ней лежат, то есть с координатами, обе координаты должны быть дробями, ну вот и тут была изучена сложнейшая структура, очень интересная, богатая структура взаимоотношений между ними, две рациональные точки порождают третью на пересечении, еще одну с этой кривой, ну и в общем весь 20 век росло понимание этой ветви математики, в конце концов оно перешло в качество, что называется, и великая теремофирма была доказана, но на самом деле я хочу завершить следующим, что ее кажущаяся бесполезность, ну какая разница, есть решение у этого уравнения или их нет, она не должна вводить в заблуждение, в процессе решения этого уравнения, в процессе исследования соответствующих разделов математики была построена вся современная система, на секундочку, шифрование и кодирование, все, что связано с вашими кредитными картами, с существующей банковской системой, с кодовыми замками, это все на основе этой теории, поэтому теремофирма косвенно оказала огромное влияние и на математику, и на нашу жизнь вообще, вот, так что я всем советую изучать эти разделы, да, делимость целых чисел, ну и дальше, кто докуда дойдет, да, у кого докуда хватит сил, вот, спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...